итак друзья кухня или по-русски или по-русски китчен нас ждет посмотрим что мы можем делать на кухне с помощью шлема vr может нас заставят картошку чистить я не знаю о капком но значит все будет хорошо может не нас будут пугать на кухне кто знает игра даже русифицирована что неплохо гарнитура vr и беспородный контроллер вот так нормально ох ты как это же это резик ребят это резик седьмой только под vr круто ну ладно эй мужик круто не узлы вот и вот это выглядит вообще классно я боюсь тыкать короче пока ой мне плохо становится сюда мужик вставай wake up что случилось это где-то мы черт побери черт так все нормально да у нас там ну реально как находишься как будто бы в комнате пацаны это реально круто давай дай мне свои руки вот ты сучка какая-то там спокойно сиди там кто-то есть мужик мужик смотри когда мы должны убираться отсюда еб твою мать обосраться можно ааа блять вау пошла вон это реально круто вау вот это новый экспириенс абсолютно от ужастиков а она реально как будто перед тобой стоит и бляха муха режут тебя ножом нет 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 пожалуйста не режьте меня бляха муха я уже страшно короче реально каман нет ааа блять сука да иди ты нахер муха А когда ты все видишь в 3D, это просто жесть. И ты можешь головой вращать. Охереть просто. И графика, я вам скажу, лучшая пока что из того, что я видел в этой игре. Это самый лучший графон. Серьезно. Kitchen, друзья. Вау. После такого надо сделать небольшую паузу. Ну, это непередаваемо вообще абсолютно. Невозможно это понять и осознать, когда ты не в шлеме, а смотришь это все в 2D. Но ощущение, я вам скажу, просто феноменальное. То есть, я думал, что самая крутая игра, которая есть на VR, это Drive Club. Но на самом деле, вот, это Resident Evil 7. И вот эта вот демка, буквально, сколько она там длится, там, не знаю, минуту-две, да. Она дает понять, что это просто обосраться вообще. Я не знаю, насколько нужно иметь крепкие нервы, чтобы играть в этом в шлеме. Потому что, когда я играл в P.T, после прохождения P.T у меня выработался абсолютно такой стойкий... Стойкая психика к ужастикам. Для меня вообще уже практически ничто не пугает после этой игры. Но похоже, что этим ребятам именно благодаря VR-технологиям. Потому что P.T на сегодняшний день, если говорить про 2D, она остается самой страшной игрой в 2D. И ее пока никто не переплюнул и не сможет, наверное, переплюнуть еще очень долго. Но благодаря 3D-технологиям, вот то, что мы сейчас увидели, это просто новый какой-то уровень. Даже мне реально стрёмно. Хотя я понимаю, что это игра. Но благодаря шлему виртуальной реальности ты в это настолько сильно погружаешься, что... Ну, невозможно в это не верить. Даже несмотря на то, что разрешение всего лишь там... Не знаю, там получается сколько у нас... 960 на 1080 на каждый глаз. То есть все пиксели там видно и все такое. Но все равно благодаря 3D-технологиям ты полностью чувствуешь себя участником данных событий. То есть ты не просто на это смотришь со стороны, а ты именно в этом участвуешь. И это невероятный экспириенс. Я считаю, что, наверное, самое... Ну, после Drive Club'а, конечно, который можно уже сейчас играть. Особенно если есть руль, это будет Вау. Но поиграть именно в Resident Evil 7 со шлемом нужно просто обязательно всем, у кого он будет. Это абсолютно новый игровой опыт. И его... Ну, вы только тренируйте нервы. Потому что реально будет тяжело играть. То есть не перед сном точно. То есть очень круто. То есть вот это вот то, что нужно обязательно попробовать каждому владельцу шлема. Это очень круто. Спасибо. Спасибо.